Портал Ксгетпу спел вопрос. Как отличить праведный гнев от неправедного? Гнев праведный всегда имеет своим объектом грех. И никогда человека. Есть известная святическая фраза «отделяй грех от человека». Грех ненавидь, значит, поэтому сможешь гневаться, человеку люби. Вот пока мы с вами это делаем, отделяем грех от человека и гневаемся на грех человеческий, но не человека, не смешиваем грех и человека, то тогда всё нормально. Более того, без гнева по отношению к греху, с грехом расстаться трудно и, может, даже практически невозможно. Надо на грех свой или чужой по-настоящему прогневаться. И когда, допустим, если мы видим грех в другом человеке и гневаемся на грех, куда эта энергия гнева должна деться? В молитву за этого человека. Надо на него начать изо всех сил молиться, чтобы спасти его от греха. Вот тогда гнев не только небезопасный, не только безопасный, прошу прощения, но даже нужный и необходимый, когда он имеется, повторяю, объектом, своим объектом – это грех. А когда мы гневимся на человека, тогда это не любовь, а не любовь – это всегда грех. А это не только то, что нас отделяет от человека, но и отделяет нас от Бога. То есть, такой гнев уничтожает, прежде всего, нас, нашу душу. Ну, а дальше, может быть, идут и телесные какие-то проблемы, инфаркты, инсульты и так далее. Неврозы, психозы и всё что угодно. Поэтому гнев нам дан Богом для того, чтобы нас приближать к Богу, помогать приблизиться к Богу, для того, чтобы бороться с грехом. И только для этого, но никак не для того, чтобы гневался на человека. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!